Доброго дня! Это мой второй видеоотчет о работе, которую провел с нами Давид. Давид с нами занимается уже фактически три месяца. Напомню, что с двух лет мы наблюдаемся у невролога, ставят нам основной диагноз задержку речевого развития, минимальную мозговую дисфункцию и гиперактивность. За этот период, когда с нами проработал Давид, работал непосредственно со мной, с ребенком, я отмечаю такой момент, что мой ребенок стал намного спокойнее, спокойнее он стал не только дома, но и в каких-то общественных местах, более спокойный, более терпеливый, он может подождать, даже если необходимо ему, например, уже он устал, ему хотелось бы уже выйти, например, заняться какими-то другими делами, он проявляет определенную долю терпения. А также он стал более спокойный на занятиях у логопеда. Он довольно спокойно у нас прошел медицинскую комиссию. Мы сейчас на адаптации в детском саду и, соответственно, проходили определенный ряд специалистов. Также довольно спокойно и довольно успешно мы все это прошли. Я могу отметить еще такой момент, что мой ребенок стал более самостоятельный в игровой деятельности. У него довольно много стало различных ролевых игр. Ему очень нравится имитировать, ему нравится повторять за нами какие-либо действия, повторять действия за ребятишками. Еще я могу сказать то, что у меня ребенок стал более активно играть на различных игровых площадках. Ему стало это очень-очень интересно. Ребенок стал более внимательный на занятиях, стал, в принципе, более внимательный к любым действиям, которые он совершает. У него совершенствуются навыки самообслуживания. Он очень часто стал обращаться к нам, ко взрослым, за какой-либо помощью. Если у него что-то не получается, он может подойти, показать то, что ему хочется, или то, что он бы хотел получить. Также я могу сказать о том, что ребенок стал как бы не то, что более физически развит, но у него больше физической активности стало. Тоже как бы большой-большой плюс. И, конечно же, хочу сказать, что Тёма, он стал такой прямо нежненький, ласковый мальчик. Он может подойти, поцеловать без причины, просто так, потому что он этого захотел. Спасибо большое Давиду за все, что вы делаете, за то, что вы нас поддерживаете в сложные времена, в трудную минуту. Спасибо за все, что вы делаете. Всех вам благ.